Техническое описание кода неисправности OBD2 – цилиндр 11 выше порога детонации, что означает P2346. Этот диагностический код неисправности – DTS – является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2. С 1996 года выпуска – это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, Ford, Sprinter, Nissan и т.д. Несмотря на то, что в общем случае точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Если на вашем автомобиле сохранен код P2346, сопровождаемый индикаторной лампой неисправности MIL, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил сигнал от датчика детонации цилиндра номер 11, который не находится в допустимых пределах. Датчик детонации отвечает за мониторинг чрезмерной вибрации и шума в отдельном цилиндре или группе цилиндров. Датчик детонации является частью цепи низкого напряжения, которая использует химическую реакцию на шум и возникающую в результате вибрацию для обнаружения детонации двигателя. Детонация двигателя может быть вызвана синхронизацией, детонацией или внутренним отказом двигателя, изготовленной из пьезоэлектрических кристаллов. Современный датчик детонации реагирует на изменение шума двигателя при небольшом увеличении напряжения, поскольку датчик детонации является частью цепи низкого напряжения, любые изменения в напряжении становятся очевидными для PSM, если PSM обнаруживает неожиданную степень напряжения в цепи датчика детонации. 11-й цилиндр, код P2346 будет сохранен и загорится MIL, для освещения MIL может потребоваться несколько циклов отказа, какова серьезность этого кода неисправности. Когда P2346 хранится, причина должна быть диагностирована как можно скорее, симптомы, которые способствуют сохранению такого типа кода, могут варьироваться от минимального до катастрофического, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомами кода неисправности P2346 могут быть, шум двигателя, снижение производительности двигателя, снижение эффективности использования топлива, другие связанные коды, там может быть никаких различимых симптомов, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный датчик детонации, неправильный двигатель или неправильный тип топлива, обрыв или замыкание проводки или разъемов проводки шум двигателя, вызванные отказом компонента, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неполадок P2346. Убедитесь, что двигатель заполнен до надлежащего уровня соответствующим маслом и находится в хорошем рабочем состоянии, фактический шум двигателя, такой как искровой удар, должен быть устранен до того, как будет поставлен диагноз P2346. Вам понадобится диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник надежной информации о транспортном средстве для точной диагностики кода P2346. Вы можете сэкономить свое время и проблемы, выполнив поиск технических бюллетеней по обслуживанию, TSB, которые повторяют сохраненный код, автомобиль, год выпуска, модель, двигатель и выявленные симптомы. Эта информация может быть найдена в вашем источнике информации о транспортном средстве, если вы найдете правильный TSB, это может привести к быстрому решению вашего диагноза. После подключения сканера к диагностическому порту транспортного средства и извлечения всех сохраненных кодов и соответствующих данных стоп-кадра запишите информацию, в случае, если код окажется прерывистым. После этого очистите коды и проведите тест-драйв, пока не произойдет одно из двух, код восстановлен или PSM переходит в режим готовности, код может быть сложнее диагностировать, если PSM переходит в режим готовности в этот момент, потому что код прерывистый, возможно, состояние, вызвавшее хранение P2346, должно ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Если код восстановлен, продолжите диагностику, вы можете получить виды лицевого разъема, схемы контактов разъема, схемы расположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к коду и рассматриваемому транспортному средству. Используя свой источник информации о транспортном средстве, выполните визуальный осмотр соответствующей проводки и разъемов, отремонтируйте или замените проводку, которая была обрезана, сожжена или повреждена. Плановое техническое обслуживание включает в себя замену проводов свечи зажигания и сапог, если рассматриваемые транспортные средства выходят за пределы рекомендуемого интервала технического обслуживания для настройки, предположите, что неисправные провода, сапоги свечи зажигания являются причиной сохраненного P2346. После отсоединения PSM используйте DVOM для проверки целостности цепи датчика детонации, поскольку датчик детонации обычно врезается в блок цилиндров, соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься охлаждающей жидкостью или маслом при снятии датчика, проверьте непрерывность через датчик и обратно к разъему PSM, код P2346 обычно можно отнести либо к ошибке программирования RSM, либо к неисправному датчику детонации, либо к искровому детонации. Продолжение следует...